всем привет с вами снова настя и вы находитесь на канале on school line and сегодняшнее видео мне хотелось бы рассказать вам что же меня еще удивило финляндии потому что 1 одно у меня видео же такое есть на канале вот здесь оставлю ссылочку ну а если вы хотите продолжение этой темы то оставайтесь на этом видео со мной в общем 16 лет мне захотелось сделать свой нет банкинг и в принципе хотелось бы знать вообще что за система там как это все как этим всем пользоваться что 16 лет еще ничего этого не умела как бы и я столкнулась такой проблемой мы пришли с мамой в банк я даю как бы свой паспорт и они говорят ой а вы знаете у вас как бы эстонский паспорт а нам нужен документ официальный финский документ и на что я им показываю келла корты это кела карточка на что они мне говорят что нет она нам не подходит то есть она должна быть либо с фотографией то я даже не не уверен что она сейчас вообще является прям таким вот официальным документом и то есть им нужно хенкеля корты и хенкеля корти вообще-то стоит немереных денег то есть особенно для 16-летней меня 50 евро было очень много и поэтому я осталась без банка и на самом деле без нет банкинга на самом деле с этим многие русские сталкиваются когда приезжают финляндию и да есть такой момент и меня это реально тогда очень удивило напишите кстати сталкивались сталкивались вы с такой проблемой следующая вещь которая меня удивила финляндии это было то что здесь врачи не ходят на дом вот например есть в россии да у меня есть куча знакомых которые именно были такие вот врачи у которых были чемоданчик да со всеми причиндалами и так далее и в общем то они могли просто приехать на дом но только не финляндии возможно здесь есть какие-то такие частные клиники но знаете я ни разу не слышал о них поэтому если вы знаете напишите мне будет интересно следующая вещь которая меня удивила по приезду в финляндию это было то что финляндии достаточно ранний обед а я сейчас имею ввиду такой вот ланч то есть я вот не помню но по-моему это было где-то в пол двенадцатого у нас обед был только в эстонии в школе а финляндии обед уже может просто с 10 30 как бы начинаться ну где-то в 11 и так далее ну то есть казалось как-то что-то рано очень вот как-то рано очень я заметила что многие вот русские тоже это замечают что что-то как-то очень рано потому что он при этом чуть ли не во франции там числе в два в три как бы обед ну в общем вот так не знаю я могу быть сейчас не права но вы меня исправите вы у меня очень умные дальше такой пункт он немножко субъективный а я не хочу обобщать папа от всех как бы все финнов про это кстати эти все вещи которые вам сегодня перечисляю это чисто из моего опыта на моем опыте основывается и я не говорю что все так делают но большому счету это происходило все со мной и с моими друзьями знакомыми и так далее так вот я заметила что например если ты в эстонии находишься и у тебя есть какая-то там заначка в виде шоколадки ты обязательно поделишься ей с друзьями но я столкнулась такой вещи то что например моя финская подруга была рядом со мной и у нее была шоколадка и как бы она просто ее схомячила 1 и мне было это очень непривычно как бы ну блин нас самого детства учили что типа надо поделиться с друзьями со всеми с мамой папой обязательно делимся и так далее ну вот что то как то я заметила такую фишку конечно ну кто-то может поделиться но блин у меня вот такой был опыт а но если говорить например о каких-то туристических поездках и так далее вот и вот оттуда финны любят привезти что-нибудь на работу и дружно всем вместе схомячить также меня очень удивило приезду в финляндию что здесь идет везде бесплатная вода но во-первых она льется наичистейшая из-под крана здесь никто не кипятит воду и никто не заморачивается финляндии одна финляндия эта страна где саны наичистейшая вода вообще фильм где вообще наичистейшая вода течет из-под крана здесь здесь очень хорошая система очищения воды все очень круто поэтому даже вам не нужно платить за воду в баре либо в ресторане то есть он приходит приносит графин воды вы получаете это абсолютно бесплатно за исключением конечно минеральной воды если вы такую закажете конечно за вас возьмут деньги но если это просто пройти простая вода из-под крана которую вам просто налили где-то в паре со льдом то это будет бесплатно а ну еще мне очень удивило то что финляндии не празднует 8 марта в таких масштабах как это делается в эстонии в россии ну в россии я не жила но вы знаете я как бы росла в очень русской сфере в русскоязычной сфере и как бы вот в школе у нас везде праздновался этот праздник и дома и так далее в общем но финляндии они как-то немножко обходят страну этот праздник то есть вот таких обилиев букетов которые можно видеть на улице этого нет они не поздравляют своих женщин прям в таком вот большом масштабе в таком большом volume это нехорошо и неплохо но просто как факт говорю как есть и следующее то что меня удивило это то что вот если финны например все-таки покупают цветы девушкам а кстати забыла сказать что финны не дарят цветы девушкам практически ну если они уже живут вместе и так далее это да а вот на свиданках и все такое они как бы ну здесь нет такой культуры некоторые мужчины и дарят но принципе такого вот поголовного таких мужчин с цветами вы здесь не увидите с букетами а если увидите то этот букет скорее всего будет завернут просто в три короба можно так сказать просто я не знаю в три слоя будет очень хорошо плотно упакован будет специальная жидкость с водичкой для цветка чтобы он не завял то есть все делается для того чтобы было легко передвигаться с этим букетом то есть если девушка получит букет она даже не увидит как он выглядит потому что он с и сверху и снизу замотан так что это прямо что-то с чем-то зато вы сможете безгранично безгранично вообще без всяких проблем передвигаться с этим букетом потом к себе домой но не гениально в общем вот такие вот вот такие вот вещи меня удивили финляндию конечно сейчас они меня не удивляют как бы мне многие пишут типа ну и что тут удивительного ну блин ребят поэтому это видео называется что меня удивило о прибытии в финляндию сейчас как бы это уже обычные вещи я с ними живу я живу финляндии 16 лет кому интересно если кто первый раз на моем канале вот ну в общем вот такие вот дела с всем спасибо за просмотр с вами была анс колоний и пока пока